Всем привет! Я Лора Харри Смит и сегодня я заменяю Сида Рота. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Вы только подумайте. Мой гость провел на небе пять недель, а когда вернулся, то принес небеса с собой на землю. Там нет ни боли, ни болезней. Вы готовы пережить небеса? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли ангелы? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Более 35 лет Сида Рот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Привет! У меня в гостях Стив Мьюзик. Стив, давайте поговорим немного о вашем воспитании. Вы выросли в хорошей церковной семье, но не все было в порядке. Объясните, пожалуйста, в чем было дело? Я вырос в ортодоксальной епископальной семье. Церковь была очень строгой, но также наша семья была очень жестокой. У моего брата диагностировали биполярное расстройство, и мы были беспризорниками. А это означало, что каждый вечер был для меня временем террора. Насколько я помню, он бил меня так часто, как выпадала возможность. И чтобы справиться со всем этим, я решил абстрагироваться, как бы ушел в себя. Он получал все внимание, что нужно человеку с биполярным расстройством. А я был как-то сбоку. То есть я рос в насилии, а безучастность была частью моей жизни до самой моей юности. Вы пытались быть невидимым, спрятаться, но потом вы пошли на флот и стали морским котиком. И что же произошло дальше? Очень интересно, расскажите нам. Благодаря флоту я смог выйти за рамки себя. На флоте вам дают возможность стать морским котиком. На сборах было 900 человек. К нам пришли морские котики, то есть пехотинцы, и сказали, «Если вы хотите попробовать стать морскими котиками, то приходите сегодня в 18.00 в аквацентр». Нас пришло 30 человек, и только троих взяли в морские котики. И тогда впервые я почувствовал, что могу стать кем-то, и это было очень важно. А на следующей неделе я узнал, что по результатам академических тестов я прошел в Анаполис. Итак, за две недели я прошел и в морские котики, и в Анаполис. Но отец имел совершенно другой план для моей жизни. Я имею в виду моего небесного отца. На следующей неделе нас выстроили в одну большую шеренгу и дали вакцину от свиного гриппа. Вакцину от свиного гриппа испытывали на военных в Северном Чикаго, на всех солдатах в форте Шеридан, и на всех на флоте в Грейт Лейкс. У меня началась аллергическая реакция на вакцину. Ясно. Вы попали в неотложку, и с вами произошло нечто еще хуже. Вам становилось хуже и хуже, а что было потом? Мне поставили систему, и поняли, что у меня серьезные проблемы. Минут через 20 в мою комнату вошла медсестра с большим шприцом. Я должен был догадаться, что произойдет что-то нехорошее, потому что в тот момент по радио играла песня группы Электрик Лайт Оркестра под названием «Злая женщина». Нужно было догадаться. Она вставила шприц в систему и надавила на поршень. У меня была аллергия на антидот, и это привело к летальной инъекции. Я просто не помню, что было потом. Мои руки стали очень горячими, прямо до подмышек, и я отключился. Я очнулся через 5 недель, и у моей постели сидела медсестра. Давайте вернемся немного назад. Я уверена, что все, кто смотрит нас сейчас, думают то же, что и я. Давайте перейдем от «я отключился» к тому, где вы были, что видели и кого встречали. Расскажите нам об этом. Все хотят знать, как выглядят небеса. Я могу сказать, какими были небеса для меня. Вы невесомы. Вы проходите через свет в туннеле. Вы чувствуете переход. Голливуд проделал прекрасную работу. Это похоже на телепортацию в Стартреке. Затем что-то выталкивает вас по другую сторону туннеля в реальном месте. Там есть гравитация. Вы имеете тело и душу. Вы там. А красота того места просто невероятна. Сейчас мы живем в земле размытости. Мы живем в телевизоре, скажем, 50-х годов. Черно-белом и зернистым. А небеса — это HD на стероидах. А как насчет Иисуса? Расскажите нам об этом. Иисус — это молодой человек с карими глазами и длинными волосами. Вы бы подумали, что он бодибилдер или лесоруб. Он мускулистый и сильный. Однако парадокс Иисуса в том, что он еще и нежный. У него успокаивающий голос, и он коснулся меня до глубины души. Он удалил всю резню из моей жизни, все насилие и безучастность, в которых я вырос. Он провел меня через всю мою историю и сказал, что все нормально. Он всегда был рядом, но я никогда не знал об этом. Вы вообще знаете, побывать на небесах — это значит быть там полностью, всем своим естеством, потому что небеса идут за вами в эмоциональном плане. Это как побывать внутри чистой радости. Мы живем и в счастье, и в депрессии временами. У нас бывают как приливы, так и отливы. На небесах всего этого нет. Это чистая, стопроцентная радость все время, и она следует за вами. Это восхитительно. Иисус сказал самые ужасные слова, которые вы только можете слышать. Мы поговорим об этом со Стивом Мьюзиком после перерыва. Оставайтесь с нами. Это сверхъестественное. Я нахожусь в Галилее, и сейчас произошло нечто невероятное. Тысяча израильских евреев, которые никогда не слышали Евангелие, пришли на это служение. И ангелы сейчас празднуют, потому что почти все присутствующие поднялись и приняли Иешуа своим Господом и Спасителем, а многие также были исцелены. Это новое время, новый сезон, новый год. С Новым Годом вас! Это сверхъестественное. Итак, Стив, я хочу узнать эти слова. Расскажите нам об этих ужасных словах. Вы на небесах с Иисусом, и Он говорит вам наихудшее, что вы могли бы слышать. Что это было? Когда я попал на небо, то подумал, что я там навсегда, и мне это понравилось. И худшие слова, которые я слышал в своей жизни, это слова, сказанные Иисусом. Он обнял меня и сказал, «Ты не можешь остаться». Когда Он сказал это, я очнулся в реанимации с медсестрой, которая делала записи у моей кровати. То есть вы перешли с вершины мира к временной неработоспособности. Вы очнулись в скорлупе, как вы сказали, заключенной в теле. Объясните, пожалуйста, что это значит? Что это было? Мои легкие были повреждены на 60%. Когда меня отключили, я звучал как Дарт Вейдер. Мне было очень тяжело дышать. Сегодня это назвали бы хроническое обструктивное заболевание легких. Мне было сложно вдыхать и выдыхать тоже. Думали, что со временем мне, может, станет лучше. Я стану нормальным человеком, но этого не случилось. Но затем вмешались небеса. Вы называете это пузырем. Пожалуйста, объясните, что это, что произошло потом. Что вы чувствовали? Я был в блинном ресторане на встрече с клиентом. И туда вошел большой мужчина с маленьким мальчиком. Они сели недалеко от входа в ресторан. Прямо посреди приема пищи этот здоровило, потянулся через стол и ударил своего сына так сильно, что тот просто выпал из-за стола. Все в ресторане, конечно же, остолбенели. Я не мог сдержаться. Я сказал своему клиенту, «Простите, я отойду на минутку». И пошел поднимать мальчика. Я был уверен, что у него пошла кровь из левого уха, но, к счастью, это было не так. Я посадил мальчика обратно за стол и сел рядом с ним. Я наклонился вперед, посмотрел на этого здорового мужика, и сказал, «Мне нужно, чтобы вы попросили своего сына простить вас за то, что вы сделали». Он посмотрел на меня недоверчиво и сказал, «Я не буду этого делать». «И что дает вам право так со мной говорить?» «А что дает вам право бить вашего сына?» Я знаю, что это не первый раз. Он ответил, «Так меня воспитывал мой отец». Тогда в моем мозгу будто бы включилась лампочка. Я сказал, «А когда вы были в его возрасте, что вы чувствовали, когда вас так били?» Он сказал, «А что вы собираетесь делать?» Я повернулся к кассиру и сказал, «Наберите 911. Нам понадобится скорая, полиция и социальная служба для мальчика». Затем я повернулся к тому человеку и сказал, «Попросите у вашего сына прощения за то, как вы чувствовали себя, когда вас били в его возрасте». И тут он начал плакать. Большой мужик. Этот парень заплакал. И тогда пузырь Царства Небесного появился вокруг нашего стола. Он достиг кассира, которая тоже начала плакать. И все, что я слышал в ресторане, это голос оператора из службы 911, который говорил, «Что там у вас случилось?» Я повернулся к ней и сказал, «Скажите, что это была ошибка. Все будет в порядке». Тогда я повернулся к мужчине и сказал, «Попросите прощения у своего сына за то, что вы сделали. Разорвите цикл насилия, который был в вашей семье многие годы». Он так и сделал. Он сказал, «Мне очень жаль, сынок». И вот тощий парень, инвалид, говорит со здоровым мужиком, который издевается над своим сыном, и это разорвало дух, который переходил из поколения в поколение, и этот маленький мальчик не будет расти так, как рос я. Но это был плод того, что происходило в том пузыре. А какие ощущения были внутри? И осознавали ли люди, что они внутри такого мощного переживания? Во-первых, пузыри небес для всех, и все могут их переживать. Именно это коснулось его сердца. Именно это заставило большого и агрессивного парня заплакать. Это очень сильно. Это небеса. Ощущение такое, как на небесах, но не полностью. Это лишь эхо того места. Когда я почувствовал это, что-то внутри меня сказало, «О, теперь будь внимателен, это нечто большое». И вот уже 41 год это происходит снова и снова, опять и опять, но не только со мной, а и с теми, кого я учу это делать. И часть того, что я делаю сейчас, так это учу все больше людей переживать небеса здесь и сейчас, потому что мы можем это сделать. Мы постоянно говорим о пузыре защиты. Это мы понимаем, но пузырь небес — это феноменально. Но он доступен всем нам. Когда мы вернемся, то поговорим со Стивом о том, как распознать пузырь небес. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. «Вчера во время служения поклонения с Роем Филдсом я получила исцеление. Я многие годы страдала от артриты и болей в правом колене. Я получила мгновенное исцеление». Мой сын воскликнул. «Мама, ты становишься выше. Я благодарю Бога за вашу программу». Я записала программу с Грэмом Уолшем и посмотрела ее в пятницу вечером. В субботу утром, когда я проснулась, я не обнаружила уже тот небольшой, но удручающий меня на рост на моем веке. Он исчез. Только что я снова посмотрела вашу программу. Я верю, что Бог исцелил мою шею, которая болела после аварии многолетней давности. Спасибо, Сид, что позволяете Духу Святому двигаться на вашем шоу. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мое сердце было разбито. Я потеряла работу, я коллекционировала неустройства. Но, Сид, после просмотра ваших ТВ-программ я могу только радоваться. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественное. Хорошо, Стив, мне интересно. Бог не перестал удивлять вас. Ваши легкие все еще функционировали лишь на 40%. Вы не были исцелены. Вы были слабы. Затем вы почувствовали побуждение пойти на молитвенное служение. Это удивительно. Мы ходили тогда в церковь «Виноградник». Я снова заболел, но решил идти на молитву. Жена сказала, тебе нужно в больницу, а не на молитву. Но мы все-таки пошли, и пастор получил конкретное слово знания. Он вызвал меня вперед. Далее на меня возложили руки. Рэнди Филлипс возложил на меня руки. Меня пронзило электричеством. Я на 20 минут перенесся на небеса. У меня был еще один разговор с воскресшим Христом. Я вернулся в тот же самый момент, где был 10 лет тому назад. В этот раз слова звучали так. Он сказал, с этих пор все будет иначе. Я очнулся на полу церкви, глубоко дыша, и с тех пор я был исцелен. Больше ни разу никогда болезнь не возвращалась ко мне. Вы полностью исцелились? Это невероятно. С того момента все пошло вверх, и вы стали постоянно переживать пузыри небес. Расскажите нам об этом немного. Что это было? Что это за ощущения? Я дошел до того, что мог распознавать небеса, когда они проявлялись. Я даже начал предвкушать это. Я стал добровольцем Царства Божьего. «Господь, используй меня так, как Ты хочешь». Возможности также возросли. Однажды на служении исцеления к нам с Элейн подошла женщина. Она была скорчена от сколиоза и целых 20 лет страдала от ужасной боли. И когда мы начали молиться за нее, я смотрел вниз. Мы возложили на нее руки. Моя жена, она физиотерапевт. И та женщина буквально хрустела и щелкала целых две минуты. А когда мы закончили молиться, она была без боли. Впервые, за 20 лет она выпрямилась. И я смотрел этой красивой, сияющей, зеленоглазой женщине прямо в глаза. Пузырь небес был там. И внутри этого пузыря происходят чудеса. Он так устроен. Мы должны переживать больше небес. Пузырь за пузырем. Пузырь за пузырем. Мы забыли это за 2000 лет. Удивительно то, что из-за вашего характера и того, что вы предпочитаете быть незаметным, вы мало кому рассказывали об этом опыте. Затем вы пережили исцеление, попали на небеса. И Иисус сказал вам, «Теперь все будет иначе. У меня есть для тебя миссия». И затем вы стали рассказывать людям о своей миссии. И какая же она? Я узнал свою миссию во время очень сильной встречи. Отец конкретно сказал мне, «Я хочу, чтобы ты стал серьезно относиться к рассказу моей истории». Вот почему я написал книгу «Жизнь после небес». Вот почему я учу этому людей. Моя миссия помогать людям переживать царство небес здесь и сейчас. Потому что мы можем и мы должны. Но как же нам принести небеса на землю? Как мы можем это сделать? Во-первых, нужно быть доступными. Нужно быть добровольцами и понимать методы пути из сердца Отца. И поэтому часть моей работы и часть моей книги о том, как научить людей быть доступными и чего им следует искать. Есть определенные знаки, которые сразу же укажут вам на то, что сейчас будет пузырь небес. Многие из тех, кто прочел мою книгу, писали мне. Подобное уже происходило со мной, но я не знал, что это было. Я как раз хотела это сказать. Это удивительно. Нас смотрит множество людей. Вы могли бы помолиться за них прямо сейчас? Вы могли бы обратиться к ним в молитве? Пожалуйста, сделайте это. Помолитесь за них. Иисус пришел, чтобы мы имели избыток в отношениях друг с другом и в отношениях прежде всего с ним, а также с нашим небесным отцом. И нет лучшей возможности, чем иметь пузырь Царства Небесного, далее расширять его, а потом, после этого, быть послом Царства Небесного для этого мира и для людей, которые вас окружают. Аминь. Бог хочет, чтобы вы переживали пузырь небес в своей жизни. Это удивительный опыт. Смотрите в следующем выпуске. Все пророчества говорят, что это год прорыва. Возможно, вы говорите, я верю в это, но как мне присоединиться к этому? Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно», и мы покажем вам как. «Сверхъестественное» У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств, и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN это записи наших программ доступные 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Субтитры создавал DimaTorzok